Метод read класса консоль позволяет поэтапно читать символы из стандартного входного потока. Этот метод располагается в пространстве minSystem в сборке mscorelib.dll. Синтаксис данного метода вы можете видеть на данной страничке msdn. Метод принимает ничего, имеет имя read, возвращает целочисленное значение. Метод является статическим, как и все члены в классе консоль. При работе с этим методом возможно появление исключительной ситуации типа input-output-exception. Исключительная ситуация может возникнуть в том случае, если переопределен стандартный поток ввода на поток ввода, который не поддерживает операцию read. Теперь давайте более подробно рассмотрим работу этого метода. При вызове метода console.read управление программой блокируется. На экране консоли появляется курсор, который ожидает ввода от пользователя данных, текст. Метод read возвращает управление после того, как пользователь нажмет кнопку ввода, то есть кнопку enter. К примеру, пользователь вводит следующий текст и нажимает на кнопку enter. Возвращается управление программой и метод read возвращает код первого символа из введенной строки. То есть в данном случае будет возвращаться код символа h, большого символа h. Последующие вызовы метода read уже не будут блокировать управление, а будут читать следующие символы из входного потока. То есть, соответственно, следующий вызов метода read приведет к тому, что он просто вернет код следующего символа i. Следующий вызов – код символа l. Дальше l, o. Код символа пробел. Также, что немаловажно, первый вызов в метод read и чтение данных из экранной консоли сопровождается тем, что программа сама добавляет в введенную строку символы, которые идентифицируют конец строки. В Windows добавляется последовательность символов, возврат каретки, перевод строки. То есть, после строки hello world будет еще два символа. Первый будет определять возврат каретки. Второй – перевод строки на следующую позицию. После того, как нужное количество вызовов метода read прочитает всю строку из входного потока, следующий вызов метода read приведет опять-таки к тому, что управление будет заблокировано, появится курсор, который позволит ввести данные. При нажатии на кнопку enter управление будет отвечать за программой, и каждый последующий вызов метода read будет приводить к чтению следующего символа из входного потока. Еще одна особенность этого метода – он может вернуть значение минус один. Значение минус один возвращается в том случае, если метод read уже прочитал все символы из входного потока. Теперь давайте откроем Visual Studio и посмотрим на пример. В данном примере создается класс sample, в котором находится точка входа в программу, то есть метод main. Дальше создаются три локальные переменные типа string – m1, m2, m3. Обратите внимание, какие строки присваиваются этим переменным. m1 – type a string of text, then press enter. Следующие строки, в принципе, вы можете почитать сами. Строки переменных m2, m3 содержат маркеры заполнения 0, 1 и 0. Ниже в программе на 14-й строке создается локальная переменная типа int с именем x. На 16-й строке выводится строка, хранящаяся в переменной m1. На 17-й строке организуется цикл с постусловием do while. В теле цикла на 19-й строке вызывается метод read. Блокируется управление, пользователь вводит данные и нажимает на enter. В перемену x попадает код первого символа из входного потока. Ниже в конструкции tryCatch в блоке try на 22-й строке код символа преобразуется в символ с помощью метода doChart. На 23-й строке идет проверка, если данный символ является пробельным, в таком случае отрабатывает 25-я строка, которая вводит на экран строку m3, в которой вместо маркера заполнения 0 будет подставляться код символа. На 26-й строке также идет проверка, если данный символ имеет код 0a в 16-ричном формате, то в таком случае на 27-й строке также вводится и строка m1. Иначе вводится на экран строка m2 маркер заполнения, в которой заменяются назначения переменной ch, то есть на сам символ, и x, соответственно, код символа. На 32-й строке блок catch ожидает появление исключительной ситуации типа overflow exception, которая будет перехватываться и обрабатываться блоком кода с 34 по 36-ю строку. Ну и, наконец, обратим внимание на 38-ю строку. Это условие цикла. Цикл будет продолжаться до тех пор, пока мы не введем символ плюс, пока во входном потоке не будет получен символ плюс. В таком случае мы выйдем из цикла и просто-напросто завершим работу программы. Теперь давайте запустимся и посмотрим, что у нас происходит в консоль. Программа просит, чтобы мы ввели строку и потом нажали клавишу enter. Сейчас управление программой было заблокировано, потому что был вызван метод read. Давайте введем строку hello, нажмем enter. Вот работал цикл, в котором метод read по символу получал по очереди символ из входного потока и выводил о них информацию. Обратите внимание, что в строке входного потока имеются еще два символа, которые мы не вводили. Но мы помним, что метод read после нажатия на enter во входную строку сам добавляет символы окончания строки, то есть символ переноса каретки и перехода к следующей строке. Вот это два символа. Если во входном потоке будет обнаружен символ плюс, то в таком случае программа будет завершать свою работу. Для закрепления этого примера я советую вам запустить еще раз его и выполнить данную программу по шагу, обратив внимание на работу каждой строки. Продолжение следует... Продолжение следует...